Здравствуйте, это канал Процветок и с вами Пашкевич Анна. В этом видео мы обсуждаем такую тему, как опадание листьев на рассаде, очевидные и неочевидные причины, и как мы можем помочь нашим растениям справиться с этим недугом. Итак, давайте разбираться, какие основные причины опадания нижних листьев на рассаде наших растений. Первая и самая основная причина, по которой наша рассада сбрасывает листья, это нехватка света. Очень часто мы начинаем выращивать рассаду рано, не ставим ее под фитосветильники. Нам кажется, что с приходом апреля месяца солнышко светит чаще и ярче, но это все заблуждение. Нашей рассаде необходима досветка 14-16 часов, для того, чтобы полноценно функционировали все процессы жизнедеятельности в этом хрупком зеленом растении. Поэтому предусмотрите, пожалуйста, возможности увеличения светового дня для своей рассады, чтобы она не испытывала недостаток света, для того, чтобы сократить вот этот вот сумеречный период и остановить опадание листьев. Это я. А это красавчик, Димка. А это супер ломонос. Вторая причина, по которой наша рассада, к сожалению, сбрасывает листья, это недостаток или избыток воды. Самое распространенное, это переизбыток воды. Мы поливаем и поливаем нашу рассаду. Она, к сожалению, не успевает впитывать всю влагу. У корней начинается кислородное голодание. И по этой причине корневая система не может выкормить ту наземную часть, которая уже сформирована. И тогда растение принимает решение в пользу сбрасывания нижней части листьев. Самый простой способ от профессионалов, который позволит вам сделать вывод, пора или не пора поливать рассаду, это просто взять стакан. Если он тяжеленький, то рассада не нуждается в поливе. Если он легкий, то тогда обязательно необходимо рассаду поливать. Недолив рассады, так же как и перелив, будет, к сожалению, приводить к тому, что наше растение будет сбрасывать нижние листья. Растение будет испытывать физиологическую засуху. Все оставшиеся соки, которые будут в нем находиться, будут направляться в верхнюю часть. И, к сожалению, нижняя часть будет опадать. Поэтому обязательно контролируем уровень влажности у нашей рассады и при необходимости поливаем. Почему у меня всегда вот такие вот глаза? Ну, я вот говорю, у меня глаза расширяются. Третья причина, по которой наша рассада сбрасывает листья, это температура. Высокая и низкая температура. Кстати, вопрос температуры очень взаимосвязан с предыдущими двумя причинами. Это с освещением и с влагой. Иными словами, чем выше температура, тем больше должно быть освещение на нашей рассаде. И наоборот, для того, чтобы наши растения смогли поддерживать все процессы жизнедеятельности на каком-то одном определенном уровне. Итак, когда температура высокая, наше растение начинает интенсивно дышать, интенсивно испарять влагу. И если влаги не хватает, и у нас нет возможности снизить температуру, то тогда растение начинает сбрасывать листья для того, чтобы сократить испаряющую площадь. Низкая температура также провоцирует сбрасывание нижних листьев. Имеется в виду температура не воздуха, а температура земляного кома. Поэтому, если ваша рассада растет на подоконниках, тем более, когда с них постоянно сквозит, имеет смысл контролировать температуру. А именно, укладывать градусник на поднос, на котором растет рассада, или непосредственно на горшки с землей, в которых растет рассада, для того, чтобы четко понимать, какая же температура находится в корневой зоне нашей рассады. Четвертая причина, по которой наша рассада сбрасывает нижний ярус листьев, это вопросы питания. В первую очередь, недостаток питания. Очень часто наблюдается заполнение корнями всего объема той емкости, в которой наша рассада растет. А мы знаем, что мы при составлении или покупке грунта заложили в него все необходимопитательные компоненты. Но растение уже все съело, и по этой причине оно начинает сбрасывать листья, потому что оно просто не может их прокормить. Поэтому, чтобы исключить полное поглощение всех элементов питания в земляном коме растений, нам необходимо в первую очередь провести диагностирование развития корневой системы. Если корневая система развита уже интенсивно, то, скорее всего, будет наблюдаться недостаток элементов питания, который впоследствии, как я уже сказала, приведет к сбрасыванию нижней части листьев. Не только развитие корневой системы подскажет о том, что наши растения выбрали уже все элементы питания, но также и внешний вид. Например, рассада томатов, которую выращивает Дмитрий Кострицкий с нижней части листа, имеет фиолетовый оттенок. Это первый признак о том, что не хватает фосфора. Также подопечный Сергея Жордецкого огурец, он имеет по листу желтую окантовку, что говорит о недостатке калия. И как вы уже обратили внимание, у меня здесь на столе стоит светло-салатовая рассада с явными признаками недостатка азота, которую нам любезно предоставила наша постоянная зрительница Ольга. Поэтому все основные признаки недостатков элемента питания я вам перечислила. И они же являются теми признаками, которые предшествуют опаданию нижних листьев. То есть сначала смотрим на корень, смотрим на внешнюю часть растений и не дожидаемся, когда наше растение начнет сбрасывать листву. Обязательно ведем различные подкормки. О том, как кормить рассаду, мы неоднократно рассказывали на нашем канале, поэтому обязательно посмотрите эти видео. Наряду с недостатком элементов питания на сбрасывание нижней части листьев влияет и переизбыток элементов питания или по-иному засоление почвы. Как проявляется засоление почвы? Возможно, вы проанализируете свою рассаду или свои цветочные комнатные растения и увидите в них. Не все, конечно, но очень часто можно наблюдать картину, когда имеются на поверхности почвы такие корки белого, желтоватого цвета, подобные. Это говорит о том, что в почве находится большое количество различных минеральных солей, которые привели к засолению почвы. Как влияет на нашу рассаду засоление почвы? Соль, как мы знаем, постоянно оттягивает на себя влагу, поэтому очень часто одновременно с засолением почвы наблюдается недостаток влаги в самом земляном коме. А как я уже говорила ранее, когда не хватает влаги, растения начинают сбрасывать листья. Это было 4 основных причины, по которой наши растения сбрасывают нижние листья. Также существует как минимум 2 не основные причины, о которых мы очень часто забываем. Первое это различные сквозняки. Сейчас весна, мы начинаем вести уборку в квартирах, очень часто открываем окна, проветриваем наше жилье. И к сожалению, наши растения, которые возможно не защищены от сквозняков, будут также сбрасывать листья. То есть для них сквозняк будет являться стрессом. Что предпринять в данной ситуации? Это вести обработку вегетативной части или наземной части наших растений антистрессовыми препаратами. И вторая причина, о которой мы забываем, это повреждение корневой системы. Особенно это касается таких очень нежных растений, которые крайне негативно отзываются на любые повреждения корневой системы, как перцы и баклажаны. Когда мы пикируем перцы и баклажаны, когда мы укорачиваем корневую систему, когда недостаточно развития боковых корешков, тогда площадь корневой системы уменьшается и начинает пропорционально уменьшаться площадь листовой поверхности. То есть те поврежденные корни, оставшиеся, они не способны выкормить наземную часть растения, и тогда растение начинает сбрасывать листья. Поэтому очень аккуратно ведем любую пикировку наших перцев и баклажанов для того, чтобы впоследствии не спровоцировать сбрасывание нижней части листьев. И напоследок, если наша рассада начинает сбрасывать семядольные листья, то в этом нет ничего плохого. Потому что семядольные листья рассчитаны для того, чтобы прокормить тот главный корешок, который пускает наша рассада. Поэтому, когда главный корешок развился, когда начинает активно развиваться наземная часть, в семядольных листьях отпадает необходимость, и наше растение по биологическим законам сбрасывает листву. Несомненно, это видео поможет вам разобраться с таким вопросом, почему же сбрасывают наши растения нижнюю часть листвы. Оставайтесь на канале про цветок и не забывайте про подписки и лайки. Всего вам доброго!